Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем обзор нашей недели. Сразу хочу сказать, что во втором части мы будем созваниваться с экспертами и обсуждать самую актуальную проблему этих дней, я думаю, месяцев. Это проблема беженцев, так что вы узнаете мнение экспертов и участников сегодняшнего заседания комиссии СЕМО по европейским делам, где как раз эта тема и обсуждалась. А в первой части мы поговорим с нашим гостем из Санкт-Петербурга. Добрый день. Поговорим о... Здравствуйте, Авик. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, поговорим, естественно, о завтрашнем Балтийском форуме. Те, кто следят за новостной лентой, знают, что завтра открывается очередной ежегодный Балтийский форум. И вот один из его участников, я бы сказал, человек, который уже ветеран на Балтийском форуме, сегодня как раз на студии, Сергей Цепляев, декан юридического факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства Государственной службы при президенте РФ. Долго это все вычитали, но тем не менее, это, как мы до эфира тоже констатировали, это один из таких ведущих российских вузов по подготовке специалистов, если так вкратце говорить, в Государственном муниципальном управлении. Весьма, наверное, важное звено в российской системе управления. Но мы сейчас поговорим, конечно, и о предстоящем завтра Балтийском форуме. Сегодня, предваряя Балтийский форум, была конференция, где собрались журналисты и люди, которые работают в СМИ. Мы обсуждали, я тоже участвовал, мы обсуждали тему свободы слова и вот эти все информационные войны, которые у нас сейчас гремят. Я думаю, что мы тоже поговорим и этой теме коснемся тоже. Может быть, несколько слов сначала о предстоящем завтра Балтийском форуме. Тема такая, которая тоже сама за себя говорит, США, ЕС и Россия. Новая реальность. Вот на ваш взгляд, Сергей, в чем новая реальность? За последний год произошло очень много событий. Мы понимаем, что кризис на Украине в значительной степени поменял взаимоотношения в этом треугольнике. И сейчас, если говорить просто, то выстроена инфраструктура холодной войны номер два. И вот в таком состоянии мы находимся. Но не столь драматично, как это выглядело в предыдущем заходе, когда на Чарли стояли танки с двух сторон, и у них работали двигатели. Но когда мы слышим истории про передвижение войск, про размещение баз, про полетов, облетов границ, с обеих сторон следуют более и более силовые ответы. Нам все же каждый день сообщали наш министерство обороны, что опять видели там самолет, лодку, корабль. А мы прекрасно понимаем, что с обеих сторон всегда бывают люди, которые хотят играть мускулами, люди, которые считают, что главное это силовой ответ. И первая холодная война потом в значительной степени превратилась в такой совместный бизнес. Смотрите, американцы делают это, у нас нет. Мы должны сделать то же. Оттуда раздается голос, русские нас обогнали в этом-то, давайте мы будем делать. И эта возгонка продолжается до, вообще говоря, невозможного состояния, до исчерпания экономических сил. С какого-то момента возникает понимание, что как-то надо садиться, надо разговаривать, надо договариваться, и по крайней мере не прерывать диалог. Вот эта проблема, которую мы обсуждать будем завтра, и в значительной степени мы обсуждали ее сегодня, поскольку журналисты на самом деле это сегодня те люди, или средства массовой информации, для большинства граждан сегодня это и слух, и зрение, и мозг, и сердце, поскольку мы очень часто получаем всю ту информацию, которую нам дает телевидение, радио, газеты, и в значительной части нас не хватает и времени, да и, в общем, возможности критически анализировать все это, переваривать, раскладывать по полочкам, да, глотаем не разжевывая. И вот когда с разных сторон начинается подход, что вот мы, только мы, рыцари белой стороны, мы всегда правы, а вот они, это всегда, как говорится, силы тьмы, мы должны их победить, а в самом худшем варианте начинается разговор, что вообще это, как говорится, нелюди, так сказать, и уничтожение их является, как говорится, добрым делом, то по существу любая война, она всегда вначале готовится в умах. В принципе, вот это вы согласны с тем, что идет пропагандистская война со всех сторон, да? Да, безусловно, и это тяжелейшее испытание сейчас для журналистов Украины и журналистов России, безусловно, мы это видим, и сейчас такой же вызов будет перед журналистами Европейского Союза, потому что то, что вы упомянули, проблема беженцев, это не на дни на неделю, это на годы. И вот как... Мы же видим это, сотни тысяч. И как будет это все тоже преподноситься, то ли это люди со всеми проблемами, сложностями и так далее, то ли это досадная помеха, и тогда, как говорится, раздаются крики, давайте там не пускать, топить, уничтожать. Это очень тяжелый гуманитарный вызов, и да, если там пулеметы в ответ и прочее, то Европа, наверное, устоит, но это уже будет тоже другая Европа с другим менталитетом, с другими подходами. Вот, собственно говоря, о чем шел разговор сегодня на этой встрече, и главное, я считаю, что вот сейчас очень важно, чтобы сохранялись люди с трезвым взглядом, с готовностью смотреть, понимать и рассказывать. И я уже тоже хочу сказать, что становится уже очень важно, чтобы просто люди рассказывали, а как живут другие. Вот непредвзято, как они организуют свою жизнь, в чем они отличаются, почему, какая история, какие решения. Потому что вот мы все помним, хорошо знаем такую передачу, как «В мире животных». И она очень многим много объяснила, рассказала про животных, какие на самом деле они сложные. Удивили, что на самом деле не сложная социальная организация, у них есть эмоции и т.д. Вот сейчас, похоже, наступает время такой передачи в «Мире людей». И нам кто-то будет непредвзято рассказывать одним про других, как они живут. И, собственно говоря, это не потому, что они какие-то совершенно непригодные, а просто они другие. А разнообразие – это то, что в этом нам в мире нужно. Вот эта колоссальная сейчас ответственность и задача журналистского сообщества – сохранять контакты, сохранять определенную солидарность, сохранять открытым сердца умы и помогать людям ориентироваться в этом мире. Вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, к тем новым взаимоотношениям, к сожалению, не очень позитивным, которые у нас сложились в этом треугольнике. Тем не менее, на ваш взгляд, вот как вам кажется, есть какие-то предпосылки для того, чтобы разрешить эту ситуацию на Украине, ну, в частности, в Донбассе, и прекратить эту, на мой взгляд, бессмысленную войну санкций? Да, конца и края этому не видно, но это же, по-моему, совершенно бессмысленная история. Надо сказать, что, безусловно, все, что происходит – это история трагическая. Мы видим по существу войну русского и украинского народов. Неважно, какие паспорта они в этот момент имеют. И, конечно, если смотреть стратегически, то это, безусловно, наша общая трагедия. Потому что, если задать вопрос, вот Россия, какой был у нее шанс или есть шанс создать мощное интеграционное объединение на востоке Европы? Безусловно, это Россия, Украина и Белоруссия. Это те страны, которые наиболее близки друг к другу. Других вариантов практически нет. Первая попытка, Советский Союз, да, она оказалась неудачной. И мы помним, как все это происходило. Я был тогда как раз депутатом Верховного Совета СССР. В августе после путча мы сидели и месяц не начинали заседание, поскольку ждали делегацию Украины. И было ясно, что если Украина не приедет, то это означает конец Советского Союза. Делегация Украины не приехала. После... Всем было понятно, да. Все решилось именно в эти августские дни, когда страны, даже те, кто хотел подписать Союз Суверенных Государств, тот договор, который был подготовлен Горбачевым, и 9 стран выразила, республик выразила же готовность подписать, они просто разбежали страхи после того, как все произошло в Москве. И Украина приняла решение о независимости в тот момент. Прошел референдум. Участие там 84%, 90% за. Кстати, те же самые 84% за были в Донецкой и Луганской области за независимость. Большинство слабое, но 54% было в Крыму, 57% в Севастополе за независимость. Таковы были настроения в тот момент. И казалось, что дальше мы снова сможем вернуться, построить новые отношения. И, к сожалению, это не получилось по многим причинам. Россия, я думаю, считаю, что этот интеграционный шанс упустила, потому что в наших стратегических интересах было, ну, что называется, полностью заключать Окраину в объятия. Экономические, политические, культурные и т.д. и т.п. Вместо этого элита достаточно высокомерно смотрела на соседа. Ну, что это за государство? Да непонятно как, да непонятно зачем, да кто они такие. И в целом вот чем это закончилось. Сейчас, если опять же попытаться подняться над текущей ситуацией, посмотреть с точки зрения поколений, есть такое высказывание, что политик думает о ближайших выборах, о следующих выборах, а государственный деятель думает о следующих поколениях. Следующих поколениях. Да, и мы понимаем, что этот шанс еще пока, может быть, сегодня не просматривается, но другого не будет. И можно привести пример Францию и Германию. Две части империи Карла Великого воевали столько лет друг с другом совершенно жестоко. И вот после Второй мировой войны уже политические лидеры двух стран совершили, вообще говоря, шаг невероятного политического мужества. Протянули друг другу руки через поля, усеянные могилами и трупами Второй мировой войны. И начали создавать объединение угля и стали, и начали создавать Европейский союз, и все это получилось. Поэтому я, конечно, искренне надеюсь, что у наших руководителей и этого, следующего поколения, хватит мудрости протянуть друг другу руки и начать, можно сказать, все заново, с чистого листа, точно таким же способом. Трудно? Безусловно. Кажется, сегодня невозможно? Наверное, да. Но если я еще раз говорю, посмотреть на историю Франции и Германии, там Эльза Салатаринге, Саарская область, это полный аналог Крыма. Все было, но они справились. Я искренне надеюсь, что справимся мы. Что касается последовательности, я уже писал об этом в газете «Ведомости», наверное, шесть шагов. Значит, первая вещь, которую должна сделать Россия, это отдать дань памяти и должной чести тем солдатам, которые там погибли российским, кого послали и кто не запятнал свою честь, потому что если в следующий раз будет брошен клич, никто не станет в строй. Второе, что надо сделать, надо, конечно же, признать, что проект там Новороссия не имеет никакой стратегической перспективы, и надо переводить урегулирование под международные организации, под контроль, сохраняя территориальную целостность Украины, с тем, чтобы в дальнейшем налаживать нормальные отношения. Третий шаг, серьезнейший, мы должны сделать все для размещения беженцев и помочь им, поскольку, как говорится, вы в ответе за тех, кого приручаете. И вообще, самая лучшая поддержка соотечественников – это готовность их, что они знают, что вы готовы принять на родине, что вы покажете помощь. Вот это самая лучшая поддержка. Третья вещь, которую надо будет делать, здесь уже не третья, это уже где-то четвертая, наверное, вещь, да, или пятая, нужно будет обязательно передавать, организовывать серьезную экономическую программу по восстановлению вот этих вот регионов. И Россия в качестве жеста доброй воли должна, конечно, прилично вложиться во все эти дела. И следующий момент, который, кажется мне, очень важный – мы должны восстанавливать человеческие отношения. Надо начинать обмены, надо начинать контакты, надо начинать общение молодежи. В принципе, как обычно, так все и происходило. Да, потому что я всегда говорю, что если у вас есть друг в другой стране, другой нации, и вы знаете, как он живет, как он утром встает, как он кормит своих детей, как он ведет их в школу, пропаганде уже будет очень тяжело сделать из него врага, которого надо уничтожать. Вот эта вещь, человеческие контакты, это надо восстанавливать. Потому что здесь, конечно, ущерб нанесен колоссальный. Что касается проблемы Крыма, простого решения нет. Я думаю, что надо искать очень сложный выход в типа отложенного статуса, с тем, чтобы в дальнейшем, понимая, что политические тропинки сейчас все заваленные, начинать искать какие-то, опять же, экономические шаги, как восстанавливать нормальную жизнь объединения угля и стали. Опять же, была идея начать с экономики и сделать войну между Францией и Германией невозможной, потому что политически тогда ни о чем другом больше невозможно было говорить. То есть, надо использовать этот исторический опыт. Конечно, я считаю, что этот гульшак очень трудный, но первые шаги всегда делает самый сильный и самый мудрый. Я искренне хочу, чтобы это была Россия, чтобы мы все-таки начали эту дорогу. Дорогу, за которую, наверное, потребует уже усилие поколений, судя по тому, как развиваются события. Да. Вот возвращаясь вот к этой теме санкций, ну, мы знаем тоже из истории, что, в принципе, санкции очень редко меняли кардинально внешнюю, а тем более внутреннюю политику страны, в отношении которой применяются санкции. Ну, мне кажется, что вот то, что сейчас происходит, видимо, это тоже из этой же области, да? В зависимости от ситуации. Вот, например, иранская картина. Ну, многие по-разному оценивают. Кто-то говорит, что помогли санкции, кто-то говорит, что не очень. Ну, заставляет задуматься, по крайней мере, создает большие трудности. История Советского Союза. Я не говорю, что санкции хорошо. Это, конечно, очень плохо. Любые санкции, это означает, что взаимовыгодные контакты рвутся. Раз они существовали, значит, они были выгодны. Поэтому санкции ведут к тому, что это обоюдно невыгодная вещь. Но я могу сказать, давайте вспомним историю конца Советского Союза. Потому что мы тогда не понимали, что такое нефть, газ и насколько это значимо для нашей экономики. В 1986 году упали цены на нефть радикально, раза в три. Да, там был обвал. Да. До этого все было очень похоже. Мы выиграли Олимпиаду, мы ввели войска в Афганистан, военные требовали строительства авианосцев. Это тот момент, потому что без авианосцев дальше просто никак. И вот дальше падает нефть. Параллельно существуют ограничения тоже на экспорт. У нас в каком? То есть нам не поставляют высокотехнологичное оборудование. Все было очень похоже. Очень похоже. И дальше надо понимать, что это была не краткосрочная история перепроизводства нефти, которая образовалась в 1986 году. А тогда представители Саудовской Аравии сказали, что они ни перед чем не остановятся, чтобы выйти на мировой рынок и занять на нем хорошую долю. Привело к тому, что стало просто нечего есть. Это мы хорошо вспоминаем. Потому что Россия, Советский Союз, даже можно сказать, который был житницей мировой и поставлял при еще царских временах зерно на экспорт, импортировал зерна столько, сколько второй и третий импортер вместе взятый. И вдруг не стало денег ни на зерно, ни даже на фрахт. Что произошло? Михаил Сергеевич Горбачев пошел искать странные займы, потому что вариантов практически не просматривалось. И он принял страну приблизительно при 6 миллиардах долларов долгов, а сдал приблизительно при 90 миллиардов долгов. У меня есть такое ощущение, что займы были предоставлены при определенных политических условиях. Это, мы помним, начался выпуск политзаключенных. Возвратили Сахарова. Что вообще трудно даже было представить, как сжав зубы политбюро принимало подобные решения, когда мы сейчас читаем открытые источники их обсуждения. Это крайне интересное чтиво. А потом началась демократизация. И, в общем, очень трудно. То есть параллели все-таки вы просматриваете? Я думаю, что в значительной степени это была проблема, что тиски голода сжали очень сильно. Вот эти вот низкие цены, нефтяная пустыня, продолжались 16 лет до 2002 года. И только в 2002 году нефть пошла вверх, когда вдруг в мире началась опять большая потребность. Значит, сейчас кризис для России очень сложный и для вообще нефтепроизводящих стран. Поскольку дело, проблема не в том, что там чихает двигатель у потребителей. Они и так было в 2008-м, в 1998-м быстро отремонтировались и снова восстанавливают потребление. Сейчас все потребители нефти пашут практически на возможном пределе. То есть перепроизводство, да? Производство громадное, и никто не хочет сокращаться. Даже мы не хотим сокращаться. Мы рекордный объем нефти сейчас сдали. И при всем при том, Иран произносит те же самые слова. Что они не перестановятся ни перед чем, чтобы выйти на мировой рынок и начать продавать, и отвоевывать свою долю нефтяного рынка. Это же кризис будет усугубляться. Я не разделяю позицию, что надо пару лет затянуть пояса, подождать, и нефтяные цены поднимут нас наверх, просто как лодки. Все сплывем, и снова будет замечательно. Вообще-то говоря, нам придется сейчас сделать очень много решений. Непопулярных, как принято говорить. И это даже не только непопулярных. Непопулярная часть связана с сокращением расходов. А надо ответить на другую вещь вообще. Как мы будем производить, как мы будем развивать предпринимательство, как мы будем диверсифицировать экономику. А это серьезная история, почему предприниматель, почему наемный работник поверит в то, что его работа будет оценена, что результат будет, и что можно играть в долгую. Вот ответов на этот вопрос сегодня в стране не хватает. Все ожидают, что будет чудо. Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа, писал Бердяев. И вообще-то говоря, все думают, что на что-то должно произойти, чтобы оно, вот это все изменилось. Пока ясности и четкого ответа в обществе пока не выработано. Как это все должно произойти. Да, зато у нас есть ответ на то, что будет дальше. Сейчас будет небольшая пауза новостей рекламы. Сергей Цепляевт на студии, эксперт из Санкт-Петербурга, гость и участник Балтийского форума. Буквально несколько минут новостей и рекламы. В второй части будем принимать ваши звонки. 6 на 2 12 939, 6 на 2 13 939. Также работает видеочат. Можете задавать вопросы нашему гостю. Оставайтесь с нами. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Сергей Цепляев, эксперт из Санкт-Петербурга, участник Балтийского форума, который, как я уже говорил, завтра стартует. Будем обсуждать самые актуальные мировые проблемы. Вот возвращаясь действительно к тому, что происходит. Вот вчера у нас был эксперт, правда, латвийский. Он так настроен как бы радикально по отношению к властям латвийской оппозиции. Он, говоря вообще об этом конфликте, который сейчас происходит, условно говоря, между Россией и Западом, он говорит о том, что вот эти надежды части российской элиты, которые были, может быть, в 90-е годы, в начале 2000-х, что Россия станет частью какой-то общей единой Европы, там, не знаю, западной цивилизации. Они не оправдались. Не нужно пытаться выпрыгивать из штанов. Каждый останется там, где он был. То есть Россия как бы вот с своим мировоззрением, да, со своим уставом. В Евразии, скажем так, вот Европа будет сама по себе. Я не могу согласиться с этим утверждением, именно как человек, который приехал из Петербурга. Да, из Москвы согласились. Да, если бы вы все это рассказывали бы Петру Первому, я думаю, что он бы вас просто побил палкой за подобные вещи. Мог, да. Мог запросто. Да, и, в общем, при нем, конечно, с варварскими методами, но Россия сделала колоссальный рывок. И надо сказать, что мы все время движемся. И я всегда говорю, что нельзя переходить из крайности в крайность. То одна крайность, что мы круче всех, сейчас всем укажем путь, и всем объясним, как надо жить. То вторая крайность, что все посыпаем голову пеплом, у нас ничего не получается, мы ничего не можем, ничего подобного. Справимся, если захотим, если не будем мучиться комплексами и вот этими всеми делами. И просто надо отдавать себе отчет, что исторический разрыв, он очень громаден был. А если 1340 год – это Куликово поле, то 1215, прошу заметить, это хартия вольности великая. Это уже хабиас корпус, а 1286, 85, по-моему, память не изменяет, это уже английский парламент начал заседать. И если в 1612 у нас смута, то в 1620 уже поплыли первые корабли в Соединенные Штаты, переселенцев, которые ехали создавать страну на четырех принципах – свобода, законность, мораль и образование. И в 1636 году уже был основан Гарвард, а в 1420 – это стояние на Угре, это мы только закончили и начали создавать собственное государство. Если там вспоминать тогда, в 1612 – смута. Поэтому расстояние, в общем, колоссальное. Если я еще раз говорю, мэр Лондона выбирался в 13 веке, то мы выбирали мэра Петербурга первый раз в 1991 году. И это надо помнить. Фактически попытка уйти от самодержавия – это вот начало 1905, как в сторону кондиционной монархии пошли. И, конечно, катастрофа 1914 года, Первая мировая война, в которую мы вошли. И до сих пор мы, собственно, расхлебываем последствия этого решения. Поэтому я считаю, что и другие страны, и народы проходили эту дорогу сложно, трудно, медленно. Но, в общем, справимся с этим делом. И опустить руки и сказать, да вообще мы не такие, нам все нужно по-другому – это не так. Мы пользуемся колесом, кто бы его не изобрел. Мы используем двигатель дизеля и двигатель Отто. И даже по этому поводу не расстраиваемся, что это два немца. В Петербурге был завод, который назывался «Русский дизель». Это была фантастическая идея. Да, дизель – это вообще-то немец. Надпись «Русский дизель». Кстати, да. Да. Просто никто на это не обращал внимания. Нет, я думаю, что справимся. Но надо упорно понимать, куда двигаться. И не пытаться сказать «Ах, ничего не получается, законсервировались. Вот вам идея Чучхе. Полностью опоры на собственные силы, собственные скрепы». Мы сейчас ожидаем, что Россия должна пойти по пути импотозамещения. Здесь, как всегда, дьявол кроется в деталях. Конечно, вы понимаете, что надо что-то уметь производить. Но надо делать то, что вы будете уметь делать лучше других. И то, что вы будете в состоянии поставлять в том числе и на мировой рынок. Разделение труда – эту великую идею никто не отменял. Идея все сделать самим у себя – это идея Чучхе. Мы видим, каков результат. Ну, не получится. Ни у кого это не получается. Ни одна страна мира не обеспечивает себя полностью своими силами. Потому что в связке в гору идти легче. В одиночку в гору идти тяжело. В значительной степени разговору проектов импотозамещения – это такое, как сказать, снотворное успокаивающее, которое применяет, по-первых, всю элиту самим себе, ну и параллельно прописывает народу. Мы помним тоже финал истории Советского Союза, когда Михаил Сергеевич тоже высказывал идею про слово «конверсия». И все говорили, вот сейчас будет конверсия, у нас все появится. Холодильники и так далее. Все будет сразу гражданский товар. Вот это волшебное слово «конверсия», «скатерть», «самобранка» и все есть. Но те, кто работал в оборонно-промышленном комплексе, я имел к нему отношение, понимали, что и криво улыбались. А кто, кто изучал, как конверсия проходила в других странах, ну, в общем, понимали, что из этого ничего не получится. Так все и случилось. Так и сейчас, да, так все и случилось. Сейчас разговор об импортозамещении – штука отличная. Но каждый раз, когда кто-то говорит, я готов импортозаместить вот это, только чтобы мне это сделать, мне надо закупить вот это импортное оборудование, вот эти импортные комплектующие, это импортное сырье, и тогда я вам сделаю отечественный продукт. Это долгая дорога. И всегда стоит вопрос, почему сто лет рая тому назад этого не сделали? В чем-то мы можем, а в чем-то нам сложно. Основная проблема, которая пришла к нам еще и с советских времен, мы, конечно, полностью проспали компьютерную революцию, информационную революцию. И это было неизбежно, поскольку в стране самое страшное было – это распространение информации. Мы помним, как СЕРОКС, как ядерный реактор, стоял за железной дверью. Только чтобы вам сделать ксерокопию статьи, нужно было там специально обученный человек это делал. Не дай бог вы свой собственный материал рукописно размножить ни за что. По праздникам в специальную комнату собирались и запирали все печатные машинки, на всякий случай, чтобы враг не напечатал листовки. И понятно, что никакие генсеки и президенты не в состоянии спасти вот такую организацию общества, когда вы входите во времена свободного обмена мнениями, информации, персональных компьютеров, интернетов. Какой вариант выжить? Вот сейчас мы, конечно, наверстываем все это упущенное, но я думаю, что справимся, если будем правильно себя вести. Хорошо, а какова роль во всем этом процессе, как кто-то говорит, вообще глобальных перемен в мире Соединенных Штатов, на наш взгляд? Кто-то, естественно, в рамках информационной войны демонизирует и говорит, что американцы всюду, они вообще, и они все решают вообще. Ну, первое, когда люди такое говорят, я всегда говорю, что вы член секты американо-поклонников. Человек страшно возмущается. Я говорю, ну как же, вы откровенно презираете собственный народ, считаете их полностью идиотами, который просто выполняет указания Вашингтонского обкома. Американцы такие великие, ужасные, которые все в мире устраивают, и все делают, у них все получается. Объясните мне, вот как вы можете с такой позиции выходить к собственному народу? Вы его уж презираете просто. Вот поэтому, когда начинается разговор о том, что американцы там устроили все на Украине, я говорю, что это оскорбительное утверждение по отношению к русскому, украинскому народу. Если они все это организуют, а кто мы тогда такие? А на кого тогда работают наши правительства? Я считаю, что у нас своя голова должна быть на плечах, и мы имеем богатую историю, и понимаем, как все развивается. Мы прекрасно видим, что американцы тоже и ошибки допускают, и потом ведут длинные дискуссии, и отнюдь не все так, как мы иногда воспринимаем или хотим воспринимать, было на самом деле. Вот история с Египтом, когда там рухнул режим Хосни Мубарак. Мы считаем, что это все американцы придумали. Только у них в Сенате проходит слушание о том, кто потерял Египет, поскольку туда Хосни Мубараку каждый год 2 миллиарда долларов помощи оказывали. А мы не очень-то понимаем, что мы свою вязаночку Тодров туда мощную подкинули, когда взяли и ввели эмбарго на поставку зерна. В тот момент, когда выросла цена зерна в мире, мы запретили экспорт зерна из России. А громадный канал зерна шел в Египет. И все. Да, и все. В Египте исчезло дешевое зерно, которое с дотациями раздавалось народу. Ну, а дальше процесс понятен. Лишите людей еды, что после этого будет. Поэтому так-то незаметно, так немножечко Египет подтолкнули в ту сторону. Поэтому я считаю, что, да, Соединенные Штаты Америки – это, конечно, мощная держава. Это где-то 25% мирового производства ВВП. И, что самое главное, почти 40 с лишним процентов мировых расходов на военные цели, а с союзниками под 70. И на это надо... Фантастика, да. Это надо просто понимать, что когда вы говорите слово «паритет», то вы должны понять, что без экономического паритета вам никакой военный паритет не обеспечить. Вы рванете на 10 тысяч, как на 500, испечетесь в этом рывке. Надо использовать не только военные способы решения проблем, но и дипломатические. Надо договариваться, надо искать варианты решения и развязок. И это нормально, чтобы ваши дипломатические усилия давали вашей стране максимальные условия для развития. Что, собственно, сегодня и делает Китай. Сеопин им, что называется, заповедовал не демонстрировать своих возможностей и добиваться своих результатов, не вылезая на излишнее, не ввязываясь во внешнеполитические истории. Что так все и происходит. И так они и делают. Они экономят силы, они экономят средства и спокойно поднимаются. У нас много звонков. Давайте. Пожалуйста, наушники, примемые звонки наши. Кодиаслушатели. Добрый день. Не слушаю вас. Добрый день. Фактически по всем пунктам не согласен с вашим гостем. Ну что ж, это хорошо. В далеком 85-м году учился в закрытом ВУЗе, имея первую форму допуска к соцсекретным документам. Печатные машинки стояли везде на всех столах. Ничего никуда не закрывалось. Один из первых компьютеров в городе появился у нас. ЕС-1840, минская машина, белорусская. Не было еще ни в исполкомах, ни в обкомах, нигде. Появились они сразу. И мы работали на них и делали программы. Никакого отставания в Советском Союзе от вычислительной техники не было в принципе. Оно началось после развала, когда мы занимались последствиями горбачевских усилий. Вот тогда родилось это отставание. Но никак не до того. Это первое. Второе. По поводу Америка виновата, не виновата. Вы противоречите сами тебе. Вы только что сказали, что их бюджет на расходы, на доминирование в мире не сопоставим с бюджетом России. Имея такой бюджет, безусловно, они свою свою нот везде. Не потому, что они умные, а потому, что они собрали пенку со всего мира и вбухали эту пенку в доминирование во всех ключевых точках. По поводу Китая. Если бы Китай обладал такими природными ресурсами, таким влиянием на территории Земли, как влияет и имеет Россия, поверьте мне, там бы тоже были перевороты каждые пять лет, устраивались бы революции и все остальное. Там голая пустыня и ледяные горы. Спасибо большое. Но извините, не можем полностью ваши комментарии передать. Во-первых, очень много звонков. Надо позволить и нашему гостю ответить, а времени немного. Да, я постараюсь быть краток. На самом деле, я тоже работал в подобных сферах и в научном институте, который был самой большой обороной не из страны, был ученым секретарем. Я просто помню то состояние дел и те проблемы, которые возникали, как они наращивались шаг за шагом. И то, что я рассказываю, это не то, что я это слышал, я это видел лично сам. И все это прекрасно понимаю. То, что проблема, как бы мы в тех условиях имели бы персональные компьютеры и выход в интернет и не к тому, что просто информацию обстранили. Сегодня бизнес невозможен без всего вот этого. Вы теряете темп, вы теряете время на все эти контроли и прочее, и прочее, и прочее. очень хорошо, что у нас мощные машины возникали в оборудованных ведомствах, а гражданские это ведомства как жили. И в этом-то и вся проблема, что на самом деле мы производим танки, мы производим ракеты, мы производим подводные лодки, но все работающие там после этого приходят в магазин и хотят масла, молоко, хлеба, одежду и так далее. И как это все? И мы прекрасно помним тот объем, который уже тогда шел по импорту из наших соцстран, из Финляндии, еще откуда-то. И вот эта кособокая экономика, она просто не выдержала нагрузки, и мы сейчас повторяем. Об этом же говорит, собственно говоря, нужно почитать Лик Ван Ю, это почти там бог для наших дирижистов. Он рассказывает, как он понимает, в чем проблемы Советского Союза, почему он рухнул, именно потому, что он чрезмерно много уделял вопросом военного обороны, военного производства, и чрезмерно много об этом говорят и наши китайские друзья, слишком много времени и силу уделяли поддержке союзников. В результате подорвали собственные возможности, собственную экономику и рухнули. Следующий вопрос, который я хотел сказать, что да, конечно, никто не отрицает то, что Америка это большая влиятельная страна, но считать, что каждый шаг, который производится, будь то Россией, будь то Балтийскими государствами, будь то Украиной, он инспирирован или задуман американцами, я еще раз говорю, это просто не уважать собственный народ. Я лично вот к этой группе американо-поклонников не отношусь. Еще один звонок, очень коротко, потому что на совсем мало времени. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, расскажите, пожалуйста, про внезапную нехватку продуктов, возможно, из контекста того, как были закрыты, например, 26 из 28 сигаретных фабрик, как Советский Союз свое же зерно закупал, проведенное вокруг Европы. Да, но это такая уж большая история, конечно, да. Нет, на самом деле, здесь очень много, начиная с конспирологических версий, что мы сами, опять же, полные идиоты и сами сделали все, чтобы себя уконтропупить. Это вот тогда давайте обсуждать вообще. А как же так складывается, что эти люди нашими руками оказываются у власти? Или вы опять будете говорить, что у нас и генеральных секретарей сажали, американцы, и руководство наше приходит, неизвестно, откуда нам его присылают опять из Вашингтонского обкома. То есть, мы каждый раз пытаемся себе найти оправдания и извинения и считаем, что мы, вот как граждане, не отвечаем за то, что происходит в нашей стране. Поэтому так и живем. Я говорю, что немцы платят до сих пор. Они отвечают за то, что было во времена Гитлера. Японцы заплатили за свое руководство тоже кровавую цену. Поэтому мы должны понимать, что да, это наша страна и все, что происходит, это все наше решение. Поэтому представить себе, что кто-то там чего-то зерно привез, вокруг чего-то и продал, но это не знать ситуацию. Мы производили фуражное зерно, у нас никогда не хватало, и сегодня это тоже по-прежнему проблема, зерна с большими содержаниями клейковины и так далее, и тому подобное. А во-вторых, давайте прямо скажем, мы помним, чем закончилась коллективизация. Коллективизацию провели, сельское хозяйство было уничтожено. Я еще в 14 лет ездил на родину своего отца, в Вологодскую область, и смотрел это заколоченные деревни, брошенные, вообще говоря, полностью, и деревня умирала уже тогда. Вот она постепенно умерла. А потом мы будем говорить, что какими-то злокозненными силами мы остались без продовольствия. сами принимали решение через какое-то количество десятилетий и увидели результаты. Ну что, спасибо большое. Совсем времени у нас уже нет. Будем, я думаю, нашего гостя мы еще увидим, но пока не имею, еще через год. А я хотел бы пожелать всем нашим слушателям удачи, самое главное, уверенности в себе и большего желания самим быть хозяевами своей жизни, своей страны, а не искать каких-то злокозненных западников, которые нас-то подталкивают под руку. Это правильно. Сергей Цепляев на ДБУ студии и большое спасибо.